Социальная сфера – это, пожалуй, одна из сложнейших сфер для управления. Социальная политика, пенсионное обеспечение, образование, культура и, конечно же, здравоохранение. Все это – гарантии, которые государство дает население. Именно по их качеству люди оценивают работу власти. Потому всем показателям каждой из отраслей в Славянском районе уделяется самое пристальное внимание. Для подобных детальных разборов в районной администрации регулярно проходит коллегия социальной сферы. На этот раз в центре внимания оказались вопросы здравоохранения. В системе здравоохранения в Славянском районе действует несколько учреждений. Это Славянская центральная районная больница, стоматологическая поликлиника, противотуберкулезный диспансер. В системе ЦРБ, в свою очередь, работает 16 стационарных отделений, 2 поликлиники, детская поликлиника, женская консультация, 2 участковые больницы, 5 офисов врачей общей практики, 6 амбулаторий и 23 фельдшерско-акушерских пункта. В своем вступительном слове глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что отрасль здравоохранения находится под постоянным контролем. Одна из важнейших задач, которую на сегодня видит администрация района, это создание комфортных условий для работы врачей и посещения пациентами учреждений. И отчасти старые болевые точки в этом вопросе уже удалось решить. Делается много, да, и проблем, конечно, много. Поэтому со своей стороны администрация старается вместе с главным врачом участвовать в программах, которые существуют по улучшению материно-технической базы. Мы работаем со спонсорами по ремонтным работам, по покупке оборудования. Кое-что у нас получается. Вот на сегодняшний день, вы знаете, в Петровской больнице капитально ремонтируется второй этаж. Это по инициативе Ивана Ивановича Денченко, депутата Государственной Думы. В 2017 году преобразилась одна треть детской поликлиники Славянска-на-Кубани. В новый офис переехал врач общей практики станицы Черноярковской. В 2018 планируется закрыть вопрос по ремонту инфекционного отделения. Но при этом в отрасли остаётся ещё много нерешённых проблем. Как доложил главврач Славянской ЦРБ Юрий Просоленко, одно из самых больных мест ЦРБ – кадры. 54,5% составляет укомплектованность больницы врачами, 75% – средним медперсоналом. Для того, чтобы решить задачу по укомплектованности отделений, уже сегодня по направлениям различной специальности осваивает 44 будущих врача, которые в обязательном порядке вернутся работать в наш район с 2018 по 2023 годы. На миссер местность администрации муниципального образования Славянский район проводится кадровая политика по привлечению в район врачей и воздвигованной специальности. В 2017 году служебное жильё предоставлено трёх врачам. Врачу где-то произведена компенсация расходов на привлечение жильёв в размере 1,9 млн. рублей. А в 2018 году главой муниципального образования Роман Волочин уже предоставлено 6 квартир и 3 квартиры поставлены в резерв. Заслушав доклад главврача ЦРБ, заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко отметил, что здравоохранение – это очень сложная отрасль соцсферы. Её вопросы возникают на повестке ежедневно. Тем не менее, руководство ЦРБ оперативно реагирует на них и старается решать. Конечно, работы очень много. В целом, если говорить про систему здравоохранения, мы там оценки мы не ставим. В целом, система работает, система живая. Сложно приходится в ряде моментов. В числе обозначенных заместителем главы района проблем, одно из ведущих мест занимает вопрос количества жалоб, поступающих от населения. При всех положительных моментах, которые есть в отрасли, их число остаётся на прежнем уровне. Находясь на передовой, врачи и весь медперсонал являются лицом здравоохранения. И какие бы денежные вливания ни были сделаны в отрасль, без человеческого отношения, без взаимопонимания и налаживания межличностных контактов люди не будут удовлетворены работой отрасли. Потому соблюдение врачебной этики и корректность при общении с пациентами должны стать задачей номер один. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».